Об итогах работы прокуратуры города мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». С 29 июня по 3 июля надзорное ведомство провело 27 проверок исполнения действующего законодательства. По итогам четырех проверок материалы направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений. По материалам одной прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. За прошедшую неделю прокуроры приняли участие в 239 судебных заседаниях по гражданским, уголовным и административным делам. Для разрешения в надзорное ведомство поступило 409 обращений граждан и юридических лиц. В прокуратуру Ленинского района обратилась местная жительница с жалобой, что ее несовершеннолетнюю дочь, у которой бронхиальная астма, не обеспечили лекарством. Рецепт на бесплатное получение препарата «Монтилукаст» родители предъявили в государственную аптечную сеть. Однако там им отказали, поскольку препарата не было в наличии. Родители были вынуждены покупать лекарства за собственные средства. Решением суда на Департамент здравоохранения возложена обязанность по обеспечению несовершеннолетним лекарственным препаратом на весь период лечения в необходимом объеме. Также из Департамента здравоохранения города Севастополя взысканы денежные средства, которые затрачены родителями на приобретение лекарства за свой счет. Прокуратура Нахимовского района инициирует возбуждение уголовного дела по факту нарушения требований градостроительного законодательства при строительстве многоквартирного дома по улице генерала Мельника, 84. По словам сотрудников ведомства, застройщик, не имея законных оснований для ведения строительства, заключил с жительницей Севастополя договор купли-продажи доли в праве собственности на указанный жилой дом и земельный участок. Застройщик получил в качестве аванса 500 тысяч рублей. Установлены в следственный отдел ОМВД России по Такимовскому району города Севастополя для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении застройщика по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, то есть мошенничество. Специалисты надзорного ведомства выявили нарушение федерального закона противодействия коррупции в работе сотрудников Севреестра. Установлено, что в нарушении статьи 9 Федерального закона о противодействии коррупции служащие Севреестра, осуществляющие контрольно-надзорные функции, не уведомили представителя нанимателя о фактах обращения к ним в цели склонения к совершению коррупционных правонарушений. По факту выявленных нарушений руководители Управления государственной регистрации права и кадастры города Севастополя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, указанные лица привлечить в личную дисциплинарную преследовательность и в дальнейшем уволены из государственной службы.